Йоу, меня зовут Пузи, и добро пожаловать в стенд-офф. Как вы, наверное, заметили, у меня сейчас на балансе 18 тысяч голды. А что это означает? Это означает, что в этом ролике я собираюсь тратить своё баблишко. Я задонатил в стенд-офф около 11-12 тысяч рублей, и сейчас мы с вами будем покупать абсолютно всё, что мы с вами увидим в стенд-оффе. Я сейчас нахожусь в разделе кейсов. Тут у нас есть Origin Case, Furiors Case и Rival Case. С чего же нам с тобой начать? Я думаю, что мы с тобой начнём, конечно же, с Rival Case. Окей, начнём с Rival Case. Мы с вами купим, ну, допустим, 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 4 таких кейса. Нет, давай 5, давай 5, чтобы круглое число. Окей, 5 таких кейсов открываем с тобой. Что отсюда может выпасть? Нам отсюда может выпасть J-Commando, J-Commando, J-Commando Luxury, J-Commando Floral и много-много классных прикольных скинов на разные-разные пушки. У меня всё-таки нет скинов этой игрульки, поэтому нам нужно с тобой что-нибудь себе выбить. Итак, открываем этот кейс и что нам сейчас выпадет? Ааа, блин. Ааа, эти олдскульные времена, когда я открывал кейсики. Мне выпала MP7 Off-Road Epic. Слушай, но выглядит это почти что как Азимов, да? Вот есть некая схожесть. Окей, откроем второй Rival Case. И сейчас я хочу себе выбить AVM Genesis. Вот, кстати, AVM выглядит классно, да? Как Volt или что-то в этом духе. АКР Carbon. Карбоновая. Ооо, это Red Line. Конечно же, конечно же, это Red Line, дружище. Так, окей, открываем дальше. Слушай, ну схожее здесь у скинов, конечно, невероятное. Вот реально, они прилетают, я просто с этого умиляюсь. Привет, последний кейс. Я видел, что прилетел нож G-командо. И, оооо, там был нож. Флорер какой-то. Чё, серьёзно? Вот, вот, это был флорер, да ладно? Блин, я хочу его себе выбить. Я знаю, что это, в принципе, возможно сделать. Так, окей, выпадает FAMOS HULL. И мы с вами навыбивали кучу непонятных скинов. Почему у меня два FAMOS? Почему два FAMOS? Я думал, что они будут стакаться. Нет? Серьёзно, два FAMOS. Я, видимо, слишком привык к Майнкрафту. Окей, мы с вами надеваем все новые скины, которые мы с вами навыбивали. В основном они повторяющиеся. И мы с вами переходим к следующим кейсам. Это FURIOUS CASE. Мы тоже их покупаем пять штучек. Они стоят все одинаково, все эти сундучки. И давай посмотрим, что отсюда выпадает. Отсюда выпадают карамбиты. Карамбиты. Не керамбиты, а карамбиты. Карамбит Юниверс, карамбит Клоу, карамбит Драгон, карамбит Скрач. Так, окей, Скрач. Хочу себе Скрач. Скребели по патч. Так, М4 Pro. Но это не совсем Скрач, и это, видимо, Статтрек. Да ладно? Это Статтрек, и смотри, где звёздочка на Статтреке. Смотри, где звёздочка. Посмотри на это внимательно. Тебе это ничего не напоминает? Да ладно, ладно. Все мы уже прекрасно с вами поняли, что Стэндов 2 это дикая пародия на CSGO. CSGO, но всё-таки у этой игры достаточно большая фан-база, и почему бы не поиграть в эту игрульки? Многие любят эту игру за то, что она на мобильных устройствах. Это прикольно. Каэточки, к сожалению, на мобилках пока что не существует. И мы с вами выбили себе какую-то AVM, вроде AVMGR. О, опять AVMGR. Хм, интересно, здесь есть какие-нибудь контракты? Может быть, есть. Либо AVMGR можно в дальнейшем выставить на продажу. У нас осталось два кейса буквально. Пока что ничего такого классного мы не выбили. AVMGR, но красного пока что ничего нету. Наверное, это тайное здесь называется. Или как-нибудь типа секретное. Секретное оружие. Ну, а как по-другому назвать аналогично? Я думаю, секретное. Слушай, два сразу керамбита прилетела. Прикольно. И опять мне выпадает... О, АКР-спорт. Бигл. Окей, пусть будет у меня Фамос Бигл. Прикольное название. Бигл. Бигл для того, чтобы давать киллы. Ориджин кейс. Приступаем к Ориджин кейсу. Покупаем пять штучек за 500 голды. Кстати, как эта валюта называется? Ну, наверное, гол, да? Тут просто обозначение G. Золотой G. Но я буду называть это голд. Голд монетки. И отсюда выпадают М9 байонеты. Так. П-90 голль. Вау! Вау! Ты это видел? Это что за спецэффект такой? Ха-ха! Там огненные глаза. Прикол. Так, вот смотри. Воу. Воу. Четенько, четенько. Эти глаза так переливаются. Классно. Я думал, это эффект. Но нет. Это просто глаза так переливаются. Хорошо. Пошел второй Ориджин кейс. И сейчас мы с вами в этом ролике 100% достанем себе какой-нибудь ножичек. Я почему-то в этом уверен. Я думаю, что здесь тоже можно как-то на фастищах открывать кейсы, чтобы экономить время. Потому что мы достаточно долго открываем эти 15 кейсов. Мы на это потратили почти 6 минут, чуваки. 6 минут на открытие 15 кейсов. В нашей любимой игре, которая называется немного по-другому, я бы, конечно, это сделал в разы быстрее. Потому что там можно просто быстренько кликать, кликать, кликать. Хотя, возможно, там что-то поменялось. Я очень давно не играл в CSGO. И мы с вами навыбивали кучу непонятных скинов АКР. Райлган. Вау. Вау. Райлган такая чисто фиолетовая пушка. Вот если бы не задний фон, то она бы смотрелась достаточно странно. Но тут, конечно, задний фон спасает. Если бы задний фон был серым, то пушка бы смотрелась не очень, согласись. Мы могли спокойно найти эти все пушки на рынке. Блин, почему у меня шея чешется? Я не знаю. Итак, заходим с вами в магазин. И мы можем с вами купить себе сильвер монеты. Мне нужно полторы тысячи монеточек. 1300 уже есть. 1500. Шикардос. Origin Box открываем. Так, ну с Origin Box, наверное, ну не очень крутые пушки будут падать. То, что цвет, цвет этих сундуков меня немного пугает. Хотя, смотри-ка, здесь G22 Next. Nest. Nest может выпасть. Слушай, прикольно. Глок такой. Радужный, радужный глок. Глок Градиент. Нет, конечно же. Глок Градиент. Будем назвать это Глок Градиент. АКР Трэша. А-А-АКР Сокровище здесь еще выпадает. Некромансер? Оу-оу-оу-оу. Название очень похоже. Я, если не ошибаюсь, в CSGO тоже есть некромансер. Прям вообще ни о чем. Ммм, да нет, нет, нет. Эти сундуки меня немного разочаровывают. Наденем капюшон. Может быть, с капюшоном мне будет больше везти. Дружище, я видео снимаю. Мне тут все пишут постоянно. Ты что, видео снимаешь? Да ладно, блин. Ладно, шучу. Я на самом деле периодически по часику в день поигрываю в стендофик. Дизерт Игл Вин. Вау! Вот это классный скин. Я бы его занес в разряд легендарных. Вот выглядит он четко. Такой зеленый. Такой переливается. Я его надену, и я буду с ним бегать. Ладно, окей. Фуриус бокс. Обычные боксы. Пока что меня не особо радуют. Но скины здесь красивые. Нужно отдать должное. Выпал какой-то механик. Неинтересно. Скипаем сразу же. Скипаем. Вырезаем. АКР опять механик выпал. Опять скипаем. Ну и дайте отгадаю. Сейчас будет АКР механик. Куда ж без этого? Покажите мне АКР механик. Блин, а ведь мог выпасть Фамас Фури. Который действительно выглядит очень четко. Так, Фейсет. Фейсет. Почти как Фейсет. У нас вроде как там остался последний бокс. Это Ривл бокс. Закидываем их в инвентарь. И отсюда может нам выпасть АВМ Дженезис. Который я хотел, кстати, достать. Либо там была другая пушка. О, Вальтовый Дигл. Вау. Тандар. Тоже прикольненько. Нет. Однозначно в этой игре все скины красивые. Здесь как бы в минимальном количестве те самые скины, которые могут тебе не понравиться. Поэтому смысл в боксах есть. Так что если вы вдруг решите пооткрывать боксы, здесь есть в этом смысл. Мой вам совет. Здесь есть в этом смысл. У нас осталось два бокса буквально. И сколько мы с вами потратили голды? Я думаю, что мы с вами потратили очень много. Я хочу посмотреть сколько мы потратили. У нас еще 16 тысяч. У нас еще 16 тысяч. Целых 16 тысяч. Я думаю, что я должен буду себе купить какой-нибудь нож. Это все равно, что зайти в нашу любимую игру, зайти в трейд-площадку и купить себе нож. Но здесь тоже есть вот такая вот трейд-площадка. Давай-ка мы с тобой посмотрим, какой бы нож я себе хотел выбить. Есть керамбит клоу. Есть м9 байонет. Какой здесь самый дорогой нож? Хочу посмотреть на самый дорогой нож. Какой здесь самый-самый дорогой нож? По цене. Ооо, 44 тысячи! Керамбит голд! Да ладно? Ооо, 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 ооо. А следующее, что у нас идет, это АВМ Спорт за 12 тысяч. Слушай, ну это достаточно дорогая вапа. А дальше м9 байонет драгон. Ооо, как же он выглядит красиво. Еще Юниверс тоже выглядит достаточно круто. Так, окей, хочу себе купить Керамбит Юниверс. Заказать. Заказываем себе такую одну штучку. Лишним не будет. А хочу себе дальше какой-нибудь нож. Нож, нож, нож. Может быть, м-м-м, м9 байонет юниверс. Я вроде как Керамбит себе закалал. Ладно, давай еще Юниверс себе возьмем. Просто в дополнение. Мне он тоже понравился, этот ножичек. Блин, и флор, конечно, тоже прикольно выглядит. Но хочу выбрать какую-нибудь другую себе раскраску. Ну, например, лакшери, да? Окей, закажем себе лакшери. Заказываем лакшери за 1900. Это самая низкая цена на рынке. И у меня осталось 8 тысяч монеточек. Я могу себе купить Фамас Фури, который я себе хотел выбить. За 673 голды. Также я могу себе купить... Хм, какие здесь есть еще классные скины. Здесь, кстати, скинов не очень много. Вот реально, смотри, ограниченное количество скинов. Ха-ха. То есть самое дорогое это здесь Керамбит Голд. Окей, я хочу себе тогда купить Керамбит Клоу. Клоу, Клоу. Куплю себе Керамбит Клоу, потому что это один из самых дорогих ножей. После него идет только Керамбит Голд. О, гифтбокс! Гифтбокс! Так, это что такое? Гифтбокс. Давай мы с тобой откроем гифтбокс и посмотрим, что оттуда выпадет. Отсюда могут выпасть Ориджин Кейсы, либо обычные боксы, либо АВМ Спорт, либо Керамбит Голд. И все-таки этот гифтбокс стоил 3200 голды. Поэтому я считаю, что вы должны поставить лайкос под этим видосом. Как-никак, я его купил и сейчас вы узнаете, что отсюда выпадет. Итак, нажимаем открыть и поехали! Давай, я хочу Керамбит! Хочу Керамбит! И мне выпадает Ориджин Бокс! Серьезно! Сколько всего могло выпасть и выпадает Ориджин Бокс? Да ладно! Ладно, окей, открою Ориджин Бокс. Надеюсь, отсюда нам выводит АКР Трэша. И нет, нам выпадает П-350 Саванна. Саванна! Мне выпала Саванна! Я думаю, что в следующем видосе мы с вами уже будем бегать с этими скинами. Я надел Керамбит Юниверс. Надену себе Фамос Фури. Блин, я хочу осмотреть все-таки этот ножичек. О, смотри, он такой спиральный. Блин, он реально очень красивый. Не зря я все-таки его купил. Керамбит Юниверс тоже хочу осмотреть. Оу, оу, оу. Когда ты будешь убивать своих врагов, это будет месть вселенной. Ну и, разумеется, мы с вами должны надеть уже остальные оружки. Блин, еще хочу осмотреть Клоу. Ну, Клоу как Клоу. Просто красный Керамбит. Ничего особенного. А вот этот, а вот этот, а вот этот. Ой-ой-ой. Блин, какой же он четкий все-таки. Ладно. Мы с вами надеваем все пушки, которые мы с вами навыбивали. Мы с вами стараемся экипировать себя по полной программе в ближайшие несколько выпусков. И на этом мой ролик подходит к концу. Если вам понравился этот ролик, где я покупал абсолютно все, что увижу в стенд-оффе, поставьте свой лайкос и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Увидимся с вами в следующих видео. Адьос. Субтитры сделал DimaTorzok